Привет, друзья! Моя кулинарная библиотека пополнилась замечательной книгой. Это книга Дэвида Эшера «Искусство натурального сыроделия». Ссылочку на книгу найдете в описании. В этой книге много интересных и полезных рецептов, как изготовить сыр в домашних условиях. Один из рецептов мы сегодня и сделаем. Для изготовления сыра будем использовать магазинное молоко жирностью 3,2%. Здесь в Мармите у меня сейчас 8 литров магазинного молока. Молоко необходимо нагреть до температуры 37-40-41 градус. Будем делать йогурт. Я буду использовать готовую закваску Viva специально для йогурта, но можно использовать для заквашивания молока и натуральный йогурт. Натуральный – это значит йогурт, у которого срок годности 7-10 суток. Вот таким йогуртом вы можете заквасить молоко. Берите тогда 2 столовых ложки на 1 литр молока и заквашивайте. Разводим закваску. Молоко, как видите, сейчас температура 42 градуса. Хорошо размешиваем закваску. Перемешиваем закваску в молоке, чтобы она нормально, равномерно распределилась. Накрываем молоко крышкой. Ну что ж, на этом наше участие в изготовлении йогурта закончилось. Дальше будут действовать бактерии. Болгарская палочка сейчас начнет превращать молоко в йогурт. Все, что от нас требуется – это обеспечить стабильную температуру от 37 до 42 градусов в таком диапазоне. И покой. Прошло 10 часов, и йогурт теперь полностью готов. Но наша цель не йогурт. Мы будем делать йогуртовый сыр. Поэтому сейчас нам необходимо йогурт переложить в специальный мешочек для того, чтобы с него стекла лишняя жидкость. Прошло 12 часов, и сейчас мы продолжим заниматься нашим сыром. Мы сделаем три варианта. Один вариант сыра – это тот, который мы съедим сегодня на ужин. Затем мы сделаем сыр, который будет храниться в течение недели. И затем я сделаю еще один вариант сыра йогуртового, который будет созревать в течение одного или более, даже до 8 месяцев. Но я думаю, что до 8 месяцев у нас терпения не хватит. Но месяц мы постараемся подождать. Так, это будет сыр, который мы сегодня приготовим на ужин. Достаем его из форм и взвешиваем. Здесь у нас 270 грамм. Взвешивать нужно для того, чтобы правильно добавить соль. Солим, добавляем сюда 5 грамм соли, добавляем щепоточку свеженького укропчика, ну или любой другой зелени, которая вам нравится. Хорошо это все перемешиваем и опять загружаем в те же самые формочки. И оставляем созревать, ну как минимум на 4 часа. Через 4 часа у нас мягкий йогуртовый сыр будет готов. Но он станет чуть плотнее, потому что мы опять-таки поставим его на стекание, а соль будет лишнюю влагу из этого сыра вытаскивать. Теперь берем тот йогурт, который стекал у нас в мешочке и взвешиваем его. Берем сухие травы, те, которые вам нравятся. Я возьму прованские травы, добавляем их в наш йогурт и соль. На 600 грамм сыра берем сейчас, добавляем 11 грамм соли. Хорошо все перемешиваем и отправляем опять-таки на стекание жидкости. Здесь 600 грамм у нас будущего сыра. И добавляем сюда 15 грамм соли, то есть чуть больше, чем надо. Надо вообще 2% от массы, но сюда мы добавляем чуть больше, потому что этот сыр он еще сейчас в течение суток будет отдавать воду. А потом мы его скатаем в шарики и этот сыр будет уже в течение месяца созревать, ну как минимум месяца, в оливковом масле. Прошли сутки, продолжим заниматься нашим йогуртовым сыром. Этот сыр по консистенции, как видите, еще более такой густой, он прям вот такой вот, видите, как глина сейчас. Но мы из этого большого шарика сейчас налепим маленьких шариков. Эти шарики мы обваляем в смеси различных приправ, трав. Там есть и розмарин, и молотый кориандр, и прованские травы, майоран. И уложим их в баночки, эти шарики, и зальем оливковым маслом. Вот, друзья, три вида йогуртового сыра, приготовленного из магазинного молока. Первый вариант – это мягкий, нежный, со сливочным вкусом сыр однодневный, со свежими травами. Это более сухой сыр уже, с сухими травами. Такой сыр может вполне храниться в холодильнике в течение недели. И, наконец, наш шедевр – это сырные шарики в ароматных травах. Здесь и молотый кориандр, и розмарин, и чабер, и майоран. Ну, просто фантастические ароматы в оливковом масле Extra Virgin. Эта баночка будет созревать у меня в холодильнике 4 месяца. И вот эта баночка с сыром будет созревать у меня 1 месяц. Через 1 месяц мы попробуем, что это за сыр. Я думаю, что это будет очень вкусно. Пришло время продегустировать наш йогуртовый сыр. Это, как видите, такой мягкий, нежный, прям как бы сливочный сыр со свежей зеленью. Очень классный вкус. И в то же самое время такой йогуртовый аромат. Вот этот сыр очень хорошо с утра, я думаю, намазать или на галеты, ну или на хлебушек. Попробуем второй сыр. Этот, как видите, он поплотнее. Сыр. Его уже можно нарезать. А у этого сыра структура более плотная и вкус более такой насыщенный. А если к этому замечательному сыру добавить еще чашечку черного свежесваренного кофе, да лучше завтракай и не придумаешь, друзья. Пока-пока. До новых встреч. Живите вкусно. Ну, а я сейчас отправлюсь на работу. Утро началось хорошо. Со свежего йогуртового сыра, с чашечки кофе. Надеюсь, и день будет прекрасным. Пока. Пробуйте. Не бойтесь экспериментировать. У вас все получится. Уверяю вас. Не боги горшки обжигают. И уж тем более не боги делают домашний сыр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok